Какие-то специи, какие-то вот квас, например, закваски. Мы разговаривали, чтобы сюда Даниэль хотел квас, но мы разговаривали долго, но это нужен концентрат, это в литрах, и много ты его не привезешь. Нет, но есть же сухой. Сухой не тот. Знаешь, оно, конечно, он не тот, но здесь никакого нет. Ну, я когда... Мы просто везли, мы ехали в Гуа, мы везли там 5 тюбиков хрена. Везли там 2 килограмма сухофруктов на компоты. Везли, ну, черный хлеб, везли несколько палок колбасы копченой, потому что, ну, просто вот в меню девчонки ставили там в ресторан. Здесь какая-то колбаса, да, она в железных банках. Да я знаю, да, мы в Азии везде же так. Я тогда в бекон... Это вчера даже нашел в бекон, уже обрадовался, говорю, вай, в бекон хочу. А потом, смотри, он говяжий. Думаю, как может быть бекон говяжий? Не, ну, здесь же мусульманская страна, здесь же нельзя свиной. Я такая, раз так, смотри, так нарезана, там с прожилочкой, да, я говорю, о, бекон, он, ес, ес, бекон, бекон. Я так, раз так, биф, я говорю, бекон, он, ес, биф, бекон. Просто мы здесь на острове, вот, в первый день с Олей, я говорю, хочу в какой-нибудь ресторанчик садить местный. И там это была паста, этот, с беконом-то как она? Карбонара? Да. Я говорю, из чего они, интересно, ее делают? Ну, с свининой нету, она такая тоже, говорит, ну, странно. А потом я, вот, вчера выяснил, из чего они делают, бекон говяжий. Да. Нет, бескольно. Ну, на самом деле, вот, если вы будете еще связываться, там, допустим, ты у Оли спроси, если будут какие-то российские туристы, с которыми будут связываться заранее, можно же заказывать, чтобы ребята что-нибудь привезли. То есть обычно это несложно. Ну, да. Ну, какие-то мелочи, по крайней мере, специи какие-то российские, потому что здесь же есть вон меню борща пельмени. Да, только там и тут и листья кариэти. Я говорю, например, ну, что за вонища. Ну, нужно привыкнуть, конечно, к специфике, привыкнуть. Ну, понятно. А ты давно шеф-поваром работаешь? У меня уже опыт 14 лет. Ого. Да. А почему Мальдивы? Слушайте, а как-то вот после Крыма искал работу, потому что вот уже на протяжении, наверное, 7 лет я катаюсь по всей России. Пол года там, тут там. Ну, вот начиная от Сибири, в Хакасии был, да, так вот, заканчивая в Крыму. И что-то мне знакомый говорит, скинь вот анкету. И я поехал, это, ой, скинул, и все, и мы вот связались с Анной, с Каниэлем, и мы вот, супер, да, круто. Ну, с другой стороны, это шикарный опыт поработать на Мальдивах. Ну, знаете, я после того, как посмотрел все, я говорю, если я здесь все это вывезу, значит, мне будет больше ничего не страшного в этом мире. В таких условиях, конечно, чуть-чуть. Что-то приличное готовить. Да, ну, еще вот они же эти, индусы, да, это все руками, это все. Ну, да, я уже там хожу, на рэш, ноу, на рэш, ноу. Да, так, специфика, конечно. Ну, понятно. Ну, зато это все свежее, вот, рыба свежая, тунец в большом количестве. Консервированный. Ну, консервированный тоже, да, ну, и свежий есть. Вчера в Мале, вот, на рыбном были рынки, вах, там сколько, там вот такие тунцы. Нет, супер.